О том, что свяжет свою жизнь с шитьем, Вика знала с детства. В школе любимым предметом были труды, где девочка создала первые мягкие игрушки и фартуки. А сегодня она поступает в Алтайскую академию гостеприимства на направление оператор швейного оборудования. Были хорошие отзывы от друзей и достаточно много интересных специальностей, которые меня заинтересовали в первую очередь. Здесь, посмотрев сайт, можно сделать вывод, что достаточно престижное заведение, так что здесь вполне можно хорошо учиться. Направление в академии появилось в этом году благодаря федеральной программе профессионалитет. Здесь 75 бюджетных мест. Что касается образовательной части, то руководство учреждения говорит, программа на 80% состоит из практики. Для этого академия создает на своей базе образовательно-производственный кластер. На это по проекту из федерального бюджета выделено больше 100 миллионов рублей, еще 10 из краевого в рамках софинансирования. Разработан современный дзен-проект. Это будет все оснащено по последнему слову техники с точки зрения производственного оборудования. Сердцем этого кластера будет являться учебно-производственный цех, который полностью копирует линии БТК-групп. Именно БТК-групп – крупнейшая швейная фабрика в Барнауле станет не только одной из главных площадок для практики студентов, но и после местом их трудоустройства. Компания на свои средства – это 20 миллионов рублей – начала закупку автоматизированного оборудования, чтобы выпускники академии смогли работать здесь в комфортных условиях. На сегодняшний день у нас очень большой дефицит рабочих труб. Нам оборудование много приходит, нам нужно это оборудование использовать. Поэтому сейчас тот объем, который они нам обещали поставить по количеству специалистов, даже, может, и не хватит. Поэтому мы рассчитываем и на это количество, которое Алтайская академия нам предоставит соответственно, и принимаем попытки сами социального поиска специалистов на рынок куда. А что касается карьерного роста, то он здесь возможен. Мария работала на предприятии технологом, теперь стала главным технологом. Технологи отвечают за процесс пошива, организация работы потока. Коллектив людей, швеи, сидят у нас в определенной последовательности и выполняют операции. Вот эту последовательность саму определяет технолог. Напомним, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» правительство края, руководители СУЗов и директора предприятий заключили соглашение о партнерстве. В этом году проект направлен на подготовку кадров для легкой промышленности региона. А это новый уровень среднего профессионального образования, практически гарантирующий трудоустройство. Студентам предстоит обучиться всего два года и десять месяцев, чтобы стать настоящим специалистом своего дела. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.